Установка поклонных хрестов – давняя традиция нашего народа. Они ставились на перекрестках, на въездах в города и веси, на местах упраздненных храмов, а также в воинских сражениях, где полегли в боях за родину соотечественники. Такая же традиция существует и у армянского народа. Поклонные кресты у него называются хачкары. Каменная стела с резным изображением креста подарена столичному храму преподобной Ефросине Московской. Сюжет Галины Ледвиной. Этот хачкар привезен из Армении. К дню престольного праздника он был подарен прихожанам храма преподобной Ефросине Московской, христианами армянской диаспоры. Совершив божественную литургию, настоятель храма протерей Алексей Ладыгин в соответствии с православной традицией осветил крестное знамение. Благословляется и освящается знамение, все крестное, окропление воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо Бог! Хачкар в переводе с армянского обозначает камень-крест. Такое необычное для русского человека изображение крестного знамения берет свое начало в Древней Византии, колыбели православной цивилизации. В хачкарах воплощен символ веры и возрождения армянского народа, который в 301 году добровольно принял христианство и с тех пор, несмотря на гонения и притеснения, веру не поменял. Этот хачкар – ручная работа. Скульптура изготовлена из специального камня туфа. Ни один армянский хачкар в мире не похож на другой. Узоры всегда индивидуальны, как отпечатки пальцев. Хачкар ставили в честь победы, в честь каких-то происшествий. Хачкары как дарили. Вот таких хачкаров по всему миру очень много. Этот каменный хачкар, по словам представителей армянской диаспоры, установлен как символ многовековой дружбы между двумя братскими народами – Россией и Арменией. Чтобы не забивалась наша дружба. Вот не зря вы смотрите, батюшка, какое место вызерело этот хачкар. Самое почетное. Вот вы как заходите, сразу бросаются глаза. Значит, это уже к сердцу все. Такой каменный крест не единственный в Москве. Армянский хачкар XIII века можно увидеть в Свято-Даниловом монастыре, где располагается резиденция Святейшего Патриарха. Еще один, уже современный, установлен у Храма Христа Спасителя.